Теперь давайте зайдём со стороны компьютера. Вот у нас есть компьютер. Вот в нём крутится список, потому что у нас есть шахрованные данные. Вот у нас есть процессор, который занимается шахрованием. Что происходит с точки зрения системы, когда мы пытаемся записать шахрованные данные? Ну, она вырабатывает и записывает как обычные данные. В простейшем случае мы просто отправляем данные на диск без драйверов кабитера. Они у нас попадают на ночь. Если мы пишем шифрованные данные, у нас сначала данные попадают в программу шифрования, потом в шифрованном виде идут драйвер диска, а ему всё равно шифрование. Фокус заключается в том, что вот эта процедура достаточно процессора ёмкая. Завтра я попробую показать, как это выглядит. Особенно на ночь будет. Но реально кушать – это хорошо. Скорость записи без учёта драйвера диска, без учёта драйвера диска только в памяти, получается больше 100 мегабайт в секунду даже на лучших процессах. То есть это время, которое тратится на перемешивание данных по криптовалгоритмам. Если мы работаем в одиночестве, на своём персональном компьютере, это хорошо, конечно, изговоров. А если у вас где-то в дата-центре стоит корпоративный сервер, физического контроля за сервером у вас нет, он находится в другой организации. Поток находится на записи у него корпоративный. Что произойдёт у вас в этой системе? Здесь у нас привёл очень серьёзный поток. Будет взломанно. Будет взломанно. Почему? Нет. А выкунуть надо. А выкунуть надо. А как увеличение потока приведёт к взлому? Мы можем перестать отвечать, как мы вчера разбираем, когда по работам нету говорили. Что ещё нужно произойти? Вот именно в данном системе у нас есть дополнительная нагрузка вычислительная. Перегрузка. Перегрузка отказа обслуживания. Что можно сделать, чтобы данные шифровать, систему не убивать, кроме простого увеличения количества и мощности процессора? Отдельно ставить процессор, который будет только шифровать. Ну, в общем-то, правильно. И сделать такой процессор, которому ему даётся что-то на вход, и он даёт этот шифрованный по определённому единственному алгоритму, который у него есть. То есть вшить в процессор, как специальный процессор, какой-то фиксированный алгоритм. Да. Хорошо, наверное. Это называется фритопроцессор. Вполняется в виде отдельной платы. Опять же. А у него именно один, да, вариант шифрования? Или несколько? Ну, там немножко другого. На самом деле все варианты шифрования используют примерно один из первых операций. быстро и хорошо шифровивших ловгой дороги на лету. А конкретный алгоритм, который там используется, например, американский стандартный АЕС, доказанный на стороннем алгоритме, мы прошиваем в ПЗУ, как программу, которая на универсальном крепкопроцессоре обрабатывает данные. Есть специальная плата крепкопроцессора, поддержающая специализированный процессор, алгоритм, ну и выферная память. Примерно так же, как рейт-контроллер, который мы вчера обсуждали. Здесь выполняется другой алгоритм. В принципе, возможно, что здесь даже стоят того же самого типа процессора, потому что вычисления фиксов тоже выгоднее делать с возможным максимальным длинными словами. Они фактически различаются на алгоритм. Однако эти штуки применяются только в больших корпорациях, и сколько стоят специализированные крепкопроцессоры лучше не знаю. То есть дешевле прицепить еще один ноутбук, который будет цифровать все это делать? Причем не один. Вот есть фокус. В принципе, конечно, интересно было бы поставить сервер, поставить рядом недорогой компьютер, скажем, на i7, и через него работать с тем же самым массивом, куда мы берем данные. Медленно? Возможно, возможно, линейная скорость будет хорошей. Что будет хорошее? Что будет хорошее? Линейная скорость будет хорошей. Считать может быть i7 даже быстрее вот этого. Просто тупой расчет, расчет частоты. Что будет хорошее? Что мы обсуждали, когда конвейер смотрели? Ну, там, он не сразу начинает. Задержка. Задержка, да. Задержка. При произвольном доступе к данным, если мы льем туда поток, у нас все хорошо. Если мы в режиме вопрос-ответ, то ответ на вопрос мы придем создать слишком долго. Потому что связывающие каналы, вот эти вот каналы, гораздо медленнее, чем канал внутренней шины, связывающий процессор, строительный процессор. Как поставить он такие же шины? На этом мы немножечко уже уходим в электрику. На самом деле, с ростом частоты уменьшается доступная длина линии, уменьшается ее разрядность. Ну, а можно их же совсем близко поставить. Я не знаю, помните ли вы или нет, кабели параллельные АТА, ПАТА, так называемые, к винчестерам шли. 40-проводные. Нет, уже не помните. Когда-то они были по 40 проводников. Потом, с ростом частоты, пришлось добавить между каждыми двумя проводами еще и кранирующий провод. Их 180, но они стали длиннее. Возник очень интересный эффект. Если скважность импульсов на разных проводниках разная, то у них начинают расползаться фронты на какой-то длине. Если здесь они стартовали одинаково по времени, то сюда они приходят уже различные задержки. То есть, если мы делаем широкую длинную шину на высокую частоту, мы не можем гарантировать внятное получение сигнала здесь. Сигнал не читается. Поэтому мы вынуждены переходить к последовательному порядку. То же самое, серия АТА. Это вместо параллельного кодового слова все загранно в дифференциальную пару. Здесь идет один сигнал с очень высокой частотой, но поскольку он один, он никуда не расползается. Точно то же самое и здесь. Если мы хотим получить приличную скорость, то есть специальные технологии скоростной связи. Порядка метра они дают два максимума специальные кабеля. Придется сюда ставить дорогущую плату, сюда ставить дорогущую плату. В итоге вы приобретете построить высокое решение, не догнав его по производительности. Но только моча начинай с ничем. Хотя в определенных случаях вот это имеет смысл. В каких? Даже без сверхскоростной связи. В каких случаях? Если нам слишком высокая скорость не нужна. Но если нам нужна слишком высокая скорость, то мы обойдемся без промежуточного компьютера, чтобы проводить. Пускай себе терапевтик, не терапевтик. Если слишком высокая скорость не нужна. Еще раз напомню. Или слишком сложная неважная шутка. Ну, а зачем нам тогда опять же вот так? Не слишком сложно. Если у нас нет тераптивного режима работы с данным, вот такого режима. Если у нас идет вот такая чехарда, нас убивает глатентность вот этой цепочечи. Если мы можем себе позволить что-то заливать туда совершенно спокойно, что-то оттуда выливать совершенно спокойно, У нас эта задержка особо не интересует. Ну, фильм это вряд ли шеструется. А вот, скажем, какие-нибудь потоковые данные, которые идут на запись, потом востребованы будут в другом месте через некоторое время, почему бы и нет? Скажем, какая-нибудь компания может таким образом заливать данные от сети своих заправок на серые находящиеся дата-центры. Если у них есть, конечно, такая нагрузка, то нам нужен промежуточный шпарад. В данных есть не только линейная скорость чтения, но и временной фактор. Не денешься. Опять же, когда рассчитываете проект массива, не забывайте, что расчеты не денешься.